Привет, я Даша. Моя библиотека книг пополнилась на 5 книжных изданий. И сейчас я буду их, боюсь слова, обозревать. Просто моё мнение. Кто не знает, лицензия от мнения отличается тем, что там как-то больше анализы, разбора. Мнение, оно больше такое эмоциональное. И так как я не умею анализировать книгу, при этом не раскрывая её сюжет, а раскрывать её сюжет я, конечно, не хочу, то я буду... Будет моё мнение. Эмоции. Итак, начну с самого лёгкого чтива. Донцова. Костюм «Адамы для Евы», издательство, как всегда, «Эксмо». Донцова, кстати, она хоть какое-то время назад шла на спад в своих произведениях. В этот раз она пошла на возвышение, стала писать лучше, смешнее. Она вернулась к тому, что больше забавных ситуаций с её какими-то домашними животными, что, несомненно, даёт лишь множество-множество плюсов её книгам. Так что этой книге уже, наверное, твёрдых пять звёзд. То есть я решила такой рейтинг сделать. Пять звёзд, высшая оценка золотых. Здесь всё-таки четыре золотых звезды и одна серебряная. Четыре. Ну, в принципе, почти как в школе. Только есть ещё серебряные звёзды, они, наверное, на полбала похуже, чем золотые. Так что книга очень юморная, очень интересная, очень захватывающая. Обычно я национально рекомендую, но это как раз тот самый случай, тот самый случай, когда я её советую. Далее у нас идёт Полина Доржкова. Называется «Пакт». Я патриот. Я люблю и Россию, и историю России, и саму Россию. Но всё-таки чисто психологически я боялась изучать тот период времени, когда правила стали нашей стороной. Я многое знаю о Гитлере, но я боялась тоже, опять же, чисто психологически о нём что-то знать, помимо военных каких-то сведений. Вот. Ну, я не знаю, почему я боялась. Это нужно подвигать глубокому психологическому анализу, наверное. Вот эта книга, она чудесным образом раскрывает и психологические стороны этих двух диктаторов своего времени и исторически очень познавательно, так же, что я хочу отметить. Помнишь, в «Москве слезам не верят» поэт, ну, в первой части, где ещё главные герои, они молодые, и поэт говорит, «Уж мы бы не побоялись». Так вот, здесь очень тонко передаётся психологический настрой и, в принципе, и чёткие причины, почему боялись, почему даже самые смелые люди, они опасались что-то сказать против, а те, кто всё-таки не опасались, что дожило их, их семей, их семьи, их друзей, их слуг, даже их тараканов. Помимо полезной, всячины, касаемой истории и психологии тех времён, людей, которые жили тогда и правители, которые правили тогда, да, это ещё очень интересная книга, перо у писательницы, очень лёгкая, очень интересная, очень просто сидишь и не оторваешься, даже тебе совершенно неинтересная история, ребят, она никак не волнует. Я советую, прочти, очень любопытная, чти его, на мой взгляд, «Твёрдых пять золотых звёзд». Все бы десять поставила, если бы, ну, надо же какие-то рамки держать. Далее у нас придёт Ольга Кунин, если ты не знаешь, у него сейчас идёт проект с автором, то есть он пишет в нескольких стилях, при этом он как бы даёт этим стилям псевдонимы, то есть как бы это пишут другие люди, не он, не Борис Окунин. Это пока это два человека, Анна Брусникина, но созвучны имена очень с Борисом Окуниным. Значит, Брусникина больше пишет такие психологические романы, а Анатолий Борисов, по-моему, подожди, я сейчас посмотрю. Анатолий Брусникин. Он пишет в стиле, похожий на Окунинский. Тоже исторические такие книги, более такие, исторические. Ну, вроде Окунинских историй о Фондолине. Итак, ну вот, кстати, скажу мнение сейчас, лично мне импонирует больше, когда он пишет под образом Анны Брусникиной. Первая книга, которую я тебе покажу, это Анатолий Брусникин, ну как бы, как бы Анатолий Брусникин, «Девятый спас», что я хочу сказать. Начинаю с читать книгу, я начинала с читать книгу, у меня первые эмоции были, то есть я с утра же начала вспоминать трёх богателев, вот эти, Алёша Попович, Доброня Никитич, Тугаль, что несу, ну вот, и так далее. Дальше у меня тут же пошли ассоциации с гардемаринами, вперёд. Кстати, очень похоже, очень. Там даже свой Алёшка есть. Даже характеры, персонажи и книги с гардемаринами схожи. Дело тоже происходит на политической арене, то есть три друга, три всего друга. Они тоже как-то за Отечество, за Родину, бл-б-б-б-б. Очень похожи на гардемаринов. Я пока читала, я не могла избавиться от впечатления схожести. Мне показалось, что книга несколько надновата. Первая её часть очень интересная. Вторая, описание сражений, политика, ну и же девушка. Хотя абсолютно все, кто читал эту книгу, они просто от восторга, я не знаю, визжат, пищат и издают прочие непотребные для разумного человека звуки. То есть в полном восторге. И только я, такая серая-белая ворона, которая не очень-то восприняла эту книгу. Следующая книга Бориса Конина под образом Анны Брусникиной. Я всё время их путаю. Я извиняюсь. Под образом Анны Борисова книга «Там». Я не случайно застылась сейчас в козе. Я очень прошу запомнить эту книгу. И я наста... Ой, дура нет. Я забыла поставить отсылку. Значит, так что по высшим описанным причинам я ставлю книги «Девятый спас». Ох, сейчас мне закидают тапками. Три золотые звезды и одну серебряную. Потому что... Ну и сказал, почему. Теперь... Вот... Эта книга с сегодняшнего дня лидер. Бесспорно. Это самое гениальное, что я читала, что вообще написано человеком в форме художественной прозы об... Там. То есть книга названа не случайно «Там». Это действительно об... Там. о том свете. Эта книга рушит все стандарты. Я была очень удивлена. Мне захотелось тут же перечитать... Ой... Это я сейчас проявлю себя неумным человеком. Но эта книга про девять кругов ада. Может, на меня жара действует? Ладно. Не даже ни слов. Она рушит совершенно все стандарты, как я уже говорила. Она удивляет и поражает. То есть сидишь, читаешь книгу, и тебе просто глаза по полтиннику. Сначала кажется... Вообще в психологии есть такая игра. Садятся... Ну как игра? Тренинг. Садятся люди в круг. Один из них бросает другому человеку мяч, то есть все люди между собой не знакомы, и хотя не могут быть знакомы, в принципе, допустимо, тренингам, и говорит какой-либо комплимент. Тот благодарит, бросает другому человеку мячик, и, соответственно, ему говорит комплимент, и так по кругу. Книга написана примерно в таком же стиле. То есть в одном помещении находятся люди, допустим, за барной стойкой сидит женщина, которая напивается перед отлётом, боится налетать, вкратце о ней рассказывается, тут женщина видит как бы негритянку, например, и говорит, что там и что эта женщина делает, там в русском борту впервые вижу чёрную женщину, и тут же автор получается на эту афроамериканку, и уже как бы с её личностью рассказывает о том, что происходит и в её жизни, и вот вокруг неё в данный момент, когда нам представляется эта картина. И вот в такой вот манере вот как мячик кидают, в случайном порядке, так и здесь. Вначале кажется, что это просто рассказ о разных совершенно людях, которые совершенно случайно оказались в одном месте. Нет. я не то, что рекомендую, я требую, чтобы ты прочла эту книгу. Это действительно стоит прочитать, я настаиваю. Ещё раз напоминаю, Борис Кунин называется там. Очень легко запомнить. Следующий наш лот это тот же Борис Кунин гидой, если можно такое разлиться, Анна Борисовна, называется Креативщик. Тоже очень интересное чтиво, крайне любопытное. Тоже некий набор истории. И каждая очень интересна. Просто сидишь и думаешь, черт, хочу концовку этой истории. Кстати, концовка общего произведения очень обычная, очень стандартная и чем-то напоминает мистические повести Булгакова. То есть есть очень схожие. Я вообще думаю, не так кажется, я могу ошибаться, что Акунин прежде чем писать подобно Заману Борисову, перечитывает некие места из Булгакова. До такой степени мне лично напоминает, что может быть я не права. И последняя на сегодня книга это тот же Акунин. Он в последнее время много пишет. Хороша я его обожаю. Под Анатолием Брусникиным он написал книгу Биллона. она делится на две повести. Ой, подлижу в шпагалку, потому что я не помню. Первая повесть называется Фрегат Биллона и вторая называется Черная. Так, что я хочу сказать. В принципе, эти две повести объединены общей тематикой. Война в Севастополе, Севастополе с турками, русской, конечно же. Война Фрегат Биллона. Война Фрегат Биллона. Я слышала такое ваниене. Я хотела сказать, поиск Фрегат Биллона очень интересная. Начав читать с первых строк, я не успокоилась, пока не читала ее до конца. Потому что до такой степени действительно захватывает, впитывает в себя буквально этот сюжет, вбирает твою личность, сущность. Ты вся в этой книге. Сейчас редко, когда такая книга, тем более в моем возрасте, я не старушка, но больше именно в детском возрасте, когда читаешь, ты чувствуешь себя не человеком, который читает книгу, а одним из главных героев, который в этой книге фигурирует. Чем взрослее ты становишься, тем сложнее найти такую книгу, где было бы подобное ощущение. Что касается этого произведения Билона, я акцентирую внимание именно на повести Фрегат Билона, это как раз та штука, где ты полностью окунаешься, кстати, я говорю именно о своей скромной кандидатуре, сколько людей, столько у тебя может быть подокон, но лично у меня было полное погружение. Концовка меня шокировала, она меня убила напрочь. Прежде чем перейти ко второму поезду, я ходила, я размышляла, я думала, я как-то приходила в себя буквально, потому что ну не знаю, это как из одного тела тут же переселиться в другое, причем эти два тела, они категорически с разной судьбой, с разным менталитетом, совсем разным, и очень непривычно привлекать к текущему образу жизни, к текущему положению вещей, менталитету, к текущему. Вынырнуть из своего погружения очень сложно, только настолько концовка поражает, удивляет и опрокидывает буквально навзничать, душевно и морально. поэтому именно первой повестью я ставлю несомненно пять золотых звезд. А вторая повесть темная кажется она называется, черная. Она является продолжением первой повести, но уже описывает жизнь другого героя. Это немножечко уже пошел маленький спойлер, поэтому я перейду на эмоции. книга более такая тягучая по сюжету, то есть я это такое жевало-пережевывало, жевало-жевало-жевало, читала я ее долго, наверное, дня три я ее читала или два, это для меня долго, для повести подобного объема, сейчас, подожди, я прикину сколько страниц, ну, грубо говоря, десять страниц, это для меня очень долго, десять страниц за три-два дня. Больше по сюжету понравится, конечно, парням, потому что речь все-таки идет о разведке, о шпионаже, о положении военных дел, хотя все-таки главный тетрига вверх церковь женщины, Шарша-ля-фам, поэтому вот второй поезд я бы поставила три золотых звезды, звезды, даже как бы без добавления серебряных звезд, так что общему произведению в целом за счет первой повести четыре золотых звезды и не знаю, пять серебряных. У них какая-то странная оценка. В общем, вот эта книга это четыре золотых звезды и одна серебряная. И то я серебряную добавила за счет первой повести, потому что она просто выше всех похвал. Так что на это наконец-то все. Да, я хочу с тобой посоветоваться. Так как на данный момент пока что я снимаю видео, посвященное книгам, только тогда, когда у меня пополнение в моей библиотеке происходит. Но, к сожалению, писатели пишут реже, чем я хотела бы снимать на эту тему видео. Поэтому я подумала, почему мне не снимать в конце каждого месяца видео о прочитанных за прошедший месяц произведениях назвать это, допустим, книготека. Как тебе? Вот. Так что напиши мне, что ты об этом думаешь, что ты думаешь о идее, что ты думаешь о названии. Если у тебя есть предложение, получше предлагай. Я с радостью почитаю, прикину. Если мне это понравится, осуществлю. Так что теперь я буду ждать у тебя предложений. Ну, пока, наконец-то, все. Интересного тебе чтения. Читай побольше. И пока.